Делиться с другими. Ну, тут делиться, это, наверное, больше заключать договор и делиться деньгами. Это тоже важная потребность, причем не стоит ее уменьшать, потому что есть люди жадные, это совершенно нормально. Но есть люди, которые от этого получают тоже некий ментальный, ну, не так простить выражение, оргазм. Именно ментальное наслаждение, то, что он может себе позволить что-то купить дорогое. Допустим, средний договор на маленькую квартиру, ну, допустим, от 200 до 500 тысяч рублей на кондиционирование. Вот, ну, это такой диапазон. Вот, это при жилом комплексе, купленном там квартиры за 20 и за 40 миллионов, да, при диванах за миллион рублей, при там, в дизайнерских услугах, там, минимум за эту же цифру на такую квартиру, как вариант, да. Вот, то это небольшая цифра в общем фоне. Вот, но как человек, который зарабатывает в месяц, как вариант, да, там, не знаю, 200 тысяч рублей он зарабатывает как-то на какой-нибудь должности, да, и у него какие-то есть скопления, там, жена, там, судья, которая непонятно откуда появляются большие деньги, да, в семье. Вот, он понимает, что это большие деньги, но, с другой стороны, он их может позволить отдать. И вот в этот момент часто заказчик чувствует себя в меценат, то есть он сидит в каком-нибудь кафе, где общий счет, там, на тысячу рублей всего лишь получается. Но вот, когда кладет вот эту стопку, там, в 300 тысяч рублей, в этот момент он себя чувствует так, бог, я к вам даже в офис не ездил, но я вам доверяю. Ну, знаешь, вот это ощущение, он никогда вам не расскажет, что оно есть, но оно бывает. Вот, не у всех, опять же, есть люди, которые спокойно расстаются с деньгами, но многие, кто вышли из уровня, когда таких денег не было в семье, вот, у них это, поверьте, есть. И на этом тоже стоит играть. И это важная человеческая потребность, которую он в тот момент удовлетворяет.